Всем привет, я Даша. И я Лена. И добро пожаловать на наш YouTube-канал. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы получили долгожданную поставку от бренда Zoologist. Получили два аромата полноценных. Еще получили два аромата на повторе. Это тираннозавр и сова. Но здесь мы про них говорить не будем. Это было в предыдущем видео. Можете посмотреть. Там почти полный обзор бренда был. Также получили три пробничка аромата, в котором мы их еще не пробовали. И с вами их попробуем и расскажем, как они. Я начну с новинки. Как мы поняли, по-моему, это 2022 год. Насколько помню, да, она совсем недавно вышла. И как обычно, Zoologist нас радует названиями. Это корова. Као. Итак, три буквы. Очень нам нравятся флаконы, необычные. Такие прям добротные. Такое тяжелое, хорошее стекло. Я обожаю крышку, которая с кожей обтянута. Вообще прям такой лакшери стиль. Да, что мы от этого ждали? Какой-то на самом деле молочности. Я думала, что он прям будет сильно-сильно молочный. Я вообще думала, что он будет как у Шабо Лейт Концентре. Либо как у Фуэгия Куэлломба, где будет прям такое молочное, сгущенное. Такое прям, не знаю, как детское молоко. Но здесь все на самом деле намного круче. Мне понравилось даже больше. Произошло мое ожидание. Потому что здесь такая свежесть альпийских лугов, по которым гуляет корова. И такая красивая, бело-черная, намытая. А мне еще нравится. Я видела в интернете коровы, которые такие коричневые. Они такие пушистые. У меня собака похожа на эту альпийскую корову, начесанную. Это очень прикольный аромат. Здесь яблоко, молоко, цветок лилии, мускус, амбра. Для меня он такой животненький оказался. В раскрытии? Для меня какой-то как конфетка молочная. Такие резинцы есть. Наполовинку белые, наполовинку что-то такое фруктовое. Да. Что-то напоминает это. Ну и, мне кажется, он не оправдал моих ожиданий, что я хотела прям очень молочное, без фруктов особо. По стойкости он достаточно стойкий, но сидит очень близко к коже. И шлейфа у него, мне кажется, практически нет. Такой аромат для себя, для поднятия настроения. Ну, как мне кажется, это как раз не про корову, которая уже дала молоко. Из этого молока мы получили какой-то продукт. А здесь именно либо суперсвежее молоко только что из-под вымя. И при этом зеленые ноты за счет зеленого яблока. Вот эта вот трава, которая питается коровой. Да, да. Либо вот когда они гуляют. От них же, наверное, тоже какой-то, если чистый, они молочный слегка аромат идет. Скорее всего. Хорошо, что что-то с коровой связано, а не с продуктом их жизнедеятельности. Потому что часто, мне кажется, ассоциация с коровой только такая. Лепешки. Ну, если сравнивать с другими ароматами этого бренда, которые у нас были до этого, это тираннозавр, рекс и снежная сова, конечно, если сравнивать с тираннозавром, то это более понятная композиция. Вообще и хамелеон, и корова, это, мне кажется, одни из самых понятных для меня. Перейдем к хамелеону. Да. Мне кажется, мы про него рассказывали, у нас в пробнике был, но сейчас получили полноценный флакон, и можно уже побольше рассказать про него. Вообще, я обожаю коробки. Для меня это какое-то произведение искусства. Даже не знаю, кто рисует вот этих животных в одежде, но это прям нечто. Даже, если честно, то у меня рука не поднимается выкинуть такую коробку. Мы не выбрасываем. Да, у нас стоят для красоты они. Все остальные коробки мы выбрасываем, а эти нет. И единственный флакон у хамелеона, у него, да, по-моему, тут не переливается. Да, это единственный. Да, единственный флакон, у которого переливается, такое, как у хамелеона. Как назвать? Разными цветами. В общем, меняет цвет. Да, на упаковке тоже название хамелеон. Из такой же бумаги, или как, не знаю, сказать, на изображение хамелеон. И в такой рубашечке в стиле Гавайи, мне кажется. Да, да. Какая-то такая выходная рубашка. Вообще, это мой самый любимый аромат у бренда. Здесь в составе есть и молоко кокосовое. Да, насколько помню. Бергамот, лимон и ланг. Манго, розовый перец, фиал. Кокос, сафран, морская соль, жасмин. Сандал, вот. Апопонакс? Апопонакс. Этот аромат я люблю за счет сандала. Хотя для меня он какой-то такой зелено-молочный, тревесный. Даже тяжело описать. Мне кажется, он как хамелеон, он постоянно меняется. Мне кажется, здесь такой должен быть отсыл к каким-то джунглям. У меня, наоборот, ассоциация. Вот когда я пробую аромат, вот этот зеленый хамелеон, такой красивый. Он в клетке сидит. Мне кажется, аромат хамелеона все-таки в клетке. Ну, хотя их не держат, наверное, это как больше игуана. У меня вообще есть коллекция хамелеона. Я все время считала, что он не особо стойкий и шлейфовый. И нанеся недавно этот аромат на кожу, стойкость запредельная. Шлейф тоже очень яркий. Мне нравятся свои необычности. Вообще, честно, тяжело вообще описать его. Ну, есть в нем какие-то даже, для меня немного винтажные ноты. Как будто он похож на... Может, на банди он похож. На этом он не нравится. Может быть, да. Как будто он шипровый такой чуть-чуть. На зеленый, да. Мне кажется, что очень интересно. И опять же, мне нравится, что все ароматы разные. Не в одном каком-то ключе, а что вот как, не знаю, как тернозавр. И все такие же копченые. Нет, они все абсолютно разные. И, в принципе, можно даже узнать аромат с закрытыми глазами. Может, мне кажется, даже вообще любой аромат зологиста узнать, что это его аромат с закрытыми глазами. Если с другими сравняты. Да. Ну что, перейдем к пробникам. Первый пробник у нас это Cockatail. Да? Такое название. Не очень приятное. Вообще, он посвящен попугаю Карелло. Такой классический попугай. Мне кажется, в моем детстве почти у всех он был. С такой серенького цвета и с желтеньким хохлочком. Я думала, это волнистый, нет? Нет. Нет. Я ничего не понимаю в попугаях. У меня никогда не было. Если честно, первая ассоциация, может, из-за того, что знаешь, что это попугай, пахнет клеткой попугая. Даже не клеткой. Я, кстати, читала, мы с тобой читали в комментариях, что кто-то написал, что это как будто клетка попугая накрыли тряпкой. Ну, интересное такое. Ну, тряпка, расскажите, он такой пудровый, немножко бабушкин. Если только, знаешь, у бабушки как-нибудь старинным покрывало. Пыльным покрывало. Да, да. Ну, вообще, немного для меня аромат схож, может быть, с ароматом живого уголка. То есть, ты понимаешь, что он такой животный. Да, хотя в пирамиде в начале аромата малина-шампанский, ты ждешь что-то другое. Шампанского мы тут вообще и малины тоже не почувствовали. Ваниль. Вот когда читаешь состав, ревень, малина, шампанское, ваниль, пудровые ноты, кажется, что это такое прямо женственное должно быть. Ну, он так-то женственный, пудровый, но для меня какой-то бабушкин. А потом ты вспоминаешь, что это бренд зоологист, ты здесь вообще животный даже такой. Мне кажется, почти в каждом аромате есть какая-то немножко животинка. Ну да. Мне кажется, поэтому... В этом и смысл. Следующий аромат называется Harvest Mouse. Это полевая мышь. У меня, кстати, на коже она. Очень приятный. Скорее всего, мне он понравился, потому что он самый понятный. Вообще, я бы сказала, из всей линейки зоологистов на данный момент. Кстати, на бумаге он звучит намного жестче, какая-то горечь есть. А на коже... Это прям что-то очень мягкое, ванильное. Вот как раз какой-то такой женственно пуд... Едва уловимо пудрового. Пудрового, а не на амбрового. Я бы вот так... Ну да, да. Ну очень мягкий. Ну, не знаю. Если честно, я бы флакон не заказала. Почему-то он у меня не лежит в душах. Мне кажется, потому что он понятный. Ну, нет ничего выдающегося. Но вкусный. Вот мне он понравился. Ну да, скорее всего, если думать маркетинги умом, то да, надо его провозить. Но если думать как коллекционеры, то, скорее всего, этот аромат вам быстро надоест и будет самым понятным в вашей коллекции. Просто все время, когда пробуешь с руки, думаешь, что-то такое есть уже. Вот вообще один в один. Получается ромашка, цветок апельсина, гвоздика, пиво, сено. Хотя такой состав, да? Мышка бежит в поле. Бухающий. Да. Ваниль, сандал. Нет, аромат самый очень красивый. Немного напоминает бакару. Мне кажется, поэтому какая-то такая... Ну, ты на коже чувствуешь, бакару не чувствуешь. Что-то ванильно-пряное такое вот. Ванильно-восточное. Древесно-пудровое, может, даже. Короче, что-то такое, но что-то такое есть. Да. Следующий пробник. Это кардинал. Кстати, вот тоже его нанесла. Мне он поначалу вообще показался близко к слону. Такие зеленые джунгли. Ну, слон такой зеленый сладковатый. А этот для меня какой-то зеленый, деколонистый, как... Лосьон после бритья, такой немножко... Даже дедушка пахнет, не знаю. Чисто мужской для меня. Кожа, зеленые ноты, цитрусы. Не сейчас у меня такое вонючка в машине. Как мы выяснили. Похожая какой-то ароматом на кожу. Да, но хотя вонючка в машине пахнет кожей, а тут... Ну, есть какие-то отголоски кожи. Есть, но я себе кожу по-другому представляю. В общем, не знаю, мне не очень понравилось, если честно. Будем думать насчет этих пробников. Обязательно напишите в комментарии, может быть, у вас что-то было именно уже из... Это новинки? Нет? Ну, средне. Если вдруг у вас что-то было из этих трех ароматов, по поводу которых мы сомневаемся, и вы можете дать нам совет. Свой отзыв, как он вам. Может быть, на самом деле с ним надо проходить две недели, чтобы понять, насколько он хорош. Ну что, надеемся, вам понравилось это видео? Да, пишите, какие у вас есть ароматы в коллекции от такого очень редкого бренда. Да, мне кажется, когда клиенты приходят, и кто-то очень прошаренный видит у нас залогиста, сразу все, улыбка на лице. Ну что, увидимся с вами в следующих видео. Всем пока. Пока.